Реки воды с потолка. Жители домов по улице Октябрьская рабочего поселка Саргатская устали от постоянного затопления квартиры во время дождя из-за протекающей крыши дома. Полностью отремонтировать ее не удается уже не первый год. С жителями, находящимися в ужасных жизненных условиях, встретился депутат-коммунист Константин Ткачев и наша съемочная группа. Водичка бежит. Грязная вода. Люстры, светильники и электроприборы приходят в негодность. А от ремонта остаются только желтые пятна на потолке и стенах. Тазик у меня стоит, в него бежит вот отсюда вода. Бежит так, что ведерком успевает только вычерпывать. Вот так вот. 53 ведра я один раз дела посчитала. 53 ведра умножить на 5, 2,5 куба. Это невыносимо. Но когда как-то я уехала и детей не было, вот старшая по дому и Галя, они ходили по щиколотку и вычерпывали воду. Оно везде было. Тут и там вот это все ловили. Оно вот это все светильники, все выбило и вода разлилась. Вот когда льется, оно просто, вы не представляете, вода вот, потолок отвисает вот так вот. И тогда вот в эту дырку, в люстру, вот так вот бежит в разные стороны вода. И я все лето ходила в галошах, потому что нельзя было наступить даже в тапочки. Вот все лето на улице такая жара, мы задыхались, дышать нечем было. Окна не закрывала, печку включала, чтобы мало-мало вот это просушить. Как заверяют люди, устроить хоть какой-нибудь быт в таких условиях просто невозможно. Из-за регулярных потопов страдает электропроводка, отчего у жителей часто нет света. Спасаться люди научились методами наших предков – жечь дома свечи. По словам жителей дома, черпая воду с пола, подставляя тазики под струй с потолка, они буквально захлебываются обидой. Да ну, это же совсем примитивно, и зрение уже не то, чтобы со свечами. Еще настольную лампу приносила, а здесь боялась включать, потому что, ну, понятно, что пусть я не электрик, но моргается, и там замкнет. Да вообще обида какая-то, что все-таки уже хотелось бы на пенсии спокойно пожить. Так здоровья же нет, я и диабетик, я говорю, вовремя надо приготовить. А тут так получилось, что я и приготовить не могла. У меня бежала над газом. Чайник я не могла даже поставить. Добиться нормальных условий жизни люди не могут уже много лет. После первых потопов и серьезного ущерба квартире жители не смогли получить деньги по страховке, так как за домом не закреплена управляющая компания. Ремонта крыши добиться также не удается уже не первый год. При последней попытке люди также потерпели фиаско. После подготовительных работ компаний, занимающихся ремонтом кровли крыш и составления сметы, фонд капитального ремонта, ранее сам выступавший с инициативой ремонта крыши, неожиданно расторг с компанией договор. В то время, как жители дома вновь остались без водонепроницаемой крыши над головой. С компанией они расторгают договор, крыша у нас делаться не будет. Мы пошли в администрацию, зашли к нашему Павлову, он сказал, да, они расторгают договор. Администрация уже наша знала, и мы потом прошли в прокуратуру, там тоже составили бумаги. Я даже в Москву обращалась, я на прямую линию, заклурочилась, сказали, Около вашего дома шумиха. Шумиха, шумиха, и на том осталось все. Они, видимо, все отписываются, устранили, устранили. Я не знаю, как, но крыша у меня никак не делалась, так и не делается. Как бежала в квартиру, так и бежит. По мнению местных жителей, фонд капитального ремонта, не торопящийся ремонтировать крышу, похоже, не понимает, что под ней живут люди. Они, в свою очередь, с ужасом ждут поздней осени и проливных дождей, от которых, скорее всего, не будет спасения.